7 апреля целый ряд западных государств Т4. Комментариев Израиль пока не дает. В телеграм-каналах есть информация о том, что Израиль пошел на этот шаг под влиянием Соединенных Штатов Америки, своего давнего союзника. И вот эта совокупность нескольких факторов привела к тому, что Израиль совершил этот акт, и последствия его будут очень серьезными. 9 апреля провели сразу два совета безопасности и Организации Объединенных Наций. Первый совет был посвящен предполагаемой химической атаке, инициаторами выступили страны западной коалиции. Несмотря на то, что все дипломаты пожали друг другу руки, риторика была жесткой. США приняли позицию мирового жандарма и уже грозятся виновникам. Об этом заявил Василий Небенди, постоянный представитель России при ООН. Впрочем, риторику изменили не только дипломаты, но и Дональд Трамп, чьи речи становятся жестче. Президент США примет решение о военной операции против решима Башара Асада в течение 24-48 часов. Эксперты допускают даже удар США по российской базе Хмеймим, как и по другим объектам в Сирии. Это может грозить столкновением двух ядерных держав – США и России. Сегодня, если действительно Дональд Транс выполнит эти обещания, заявления, которые он сделал, если такие выпады завершатся еще и проведением военной операции, то это приведет, конечно, мир на грани очень серьезного конфликта на Ближнем Востоке, разгорание этого конфликта дальнейшее. Ну а за этим может последить более печальные последствия. В этой связи не стоит забывать про дело с Крепалей. Лондон, связывая два этих события – отравление Солсбери и использование Сирии химического оружия в той или иной степени именно с Россией, вызывает вопросы относительно тишина мировых СМИ по поводу Йеменского конфликта. Между тем, гражданская война на юге Аравийского полуострова сравнима с событиями Сирийского конфликта, а по количеству вовлеченных в нее сторон даже превосходит. Официальная позиция правительства России – сотрудничество с Западом, совместное расследование химических атак в Сирии и попытка предотвратить широкомасштабный военный конфликт. Аля Кашин, Универньюз.